Добрый день! Сегодня в студии Шмидт-Валерий с обзором новостей за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. В Праге прошло чрезвычайное заседание Центрального комитета Коммунистической партии. Милош Земан принял в Пражском Граде министра иностранных дел Украины. Стабильность чешских банков находится на уровне Швейцарии. Кубометр природного газа в Чехии стоит дороже, чем во Франции. В Праге был открыт памятник спортсмену-велосипедисту Яну Боухалу. На выставке в Летнянах был похищен 71 бриллиант стоимостью около 500 тысяч крон. На Ватсовской площади активисты движения «Спаси еду» открыли обет на тысячу человек. Об этих и других новостях в сегодняшнем выпуске. В Праге прошло заседание Центрального комитета Коммунистической партии Чехии и Моравии. Коммунисты, являющиеся третьей по численности фракции в чешском парламенте, обсудили ситуацию в Сирии. Глава Компартии Войтех Филипп заявил о том, что в случае нанесения ударов по Сирии, его партия поднимет вопрос о выходе Чехии из НАТО. Официально НАТО не поддерживает атаку на Сирию, однако чешская Компартия считает, что республика не может находиться в организации, фактически возглавляемой США. 10 сентября президент Чехии Милош Земан принял в Пражском граде министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Были обсуждены вопросы, связанные с октябрьским визитом президента Чешской республики в Украину. На встрече с президентом Украины будут обсуждаться такие вопросы, как развитие ситуации перед саммитом ЕС в Вильнюсе и проблематик ассоциативного соглашения между Евросоюзом и Украиной. Подписание соглашения между Киевом и Брюсселем тормозит ситуацию с тюремным заключением экс-премьера Юлии Тимошенко. Земан в ходе недавнего визита в Берлин выразил беспокойство обращением, которому подвергается Тимошенко. Министр финансов Ян Фишер уволил своего заместителя Любомира Томана, который, как выяснилось, при приеме на работу в министерство предъявил фальшивый диплом о высшем образовании. Декан экономического университета Братиславы Любослав Сабу, где якобы учился Томан, по запросу чешского Минфина сообщил, что последним выпускником его университета не является. Ян Фишер уточнил, что Томан уволен не из-за профнепригодности, а по морально-этическим принципам. Если в понедельник Томан не развеет опасения на свой счет, то на работу в министерство финансов он больше не вернется. Чешский экспорт в августе на 28 миллиардов крон превысил импорт в страну. По сравнению с прошлым годом, экспорт вырос на 3%, а импорт на 1,5. Активнее всего росла торговля промышленными товарами, ее оборот увеличился на 2,5 миллиарда крон. Вырос экспорт в Великобританию и Испанию. Традиционно сильным экспортом в Германию остался на том же уровне. Рост импорта обеспечили электрические приборы и промышленное оборудование. Импорт в Чехию нефти снизился на 36% по сравнению с прошлым годом. Большинство товаров в Чехию импортируются из Польши, Китая и России. Крупнейшие рейтинговые агентства Европы отметили в своем сентябрьском отчете, что стабильность чешских банков находится на уровне Швейцарии. Обе стороны получили отметку Си за силу своего финансового сектора. На основании сравнительного анализа чешские банки оказались в среднем лучше лондонских и на несколько порядков лучших банков в Брюсселе. Чехия – одна из двух европейских стран, чьи банки финансируют кредиты только со вкладов клиентов, что значительно снижает чувствительность банковского сектора к потрясениям на финансовых рынках. Согласно последним данным Европейского энергетического портала, кубометр природного газа чешским гражданам обходится дороже, чем французам, британцам или румынам. За мегаватт-час природного газа чешский потребитель заплатит примерно 1530 крон, что определяет Чехию на 11 место в списке европейских стран. На сегодняшний день чешские потребители в Чехии платят за природный газ примерно в половину меньше, чем шведы, но вдвое больше, чем румыны, так как средний тариф для потребителей в Румынии является наиболее низким в Европе. Как мы уже сообщали в предыдущих выпусках, 10 сентября на Вацлавской площади активисты движения «Спаси еду» накрыли обед на 1 тысячу человек. Акция была направлена на привлечение внимания к расточительности в еде, в которой каждый день множество продуктов, еще пригодных к употреблению, оказывается в мусорных контейнерах. Активисты из общества «Спаси еду» приготовили бесплатные угощения – карри из овощей, приготовленных из продуктов, которые были выброшены супермаркетами. Согласно данным ООО, ежегодно в мусорных баках оказывается полтора миллиарда тонн еды, то есть треть всей произведенной пищевой продукции. В Европе на душу населения приходится 115 килограмм выпрошенных продуктов за год. 9 сентября в рамках крупнейшего чешского портала «Сезнам» начал работу новый проект «Вольная миста Цезэд», предназначенный для поиска работы в Чехии. Основной концепцией проекта – максимальная простота. Никакой регистрации, резюме или деловых презентаций. Для поиска работы в Чехии на сайте «Вольная миста Цезэд» кандидат или работодатель должны будут составить небольшое описание и оставить контактные данные. Размещение простого объявления будет бесплатным. Заплатить придется лишь за дополнительные сервисы, такие как графическое выделение или поднятие объявления наверх. На выставке, прошедшей в Реале Литняны, неизвестная женщина похитила 71 бриллиант на сумму около полумиллиона крон. Как сообщает пресс-аташи полиции Чехии, кража произошла на выставке драгоценных камней, ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемая сначала сдвинула панно, на котором были закреплены камни, и когда женщина подошла к прилавку во второй раз, бриллианты исчезли. По данным полиции, возраст подозреваемой в краже бриллиантов около 35 лет, рост 165 см. Правоохранительные органы Чехии ведут поиск преступницы и просят граждан, видевших или имеющих информацию о нарушителе, обращаться на прямую лицу полиции Чехии по номеру 158. Пражский град на продажу. Великолепный замковый комплекс, включающий в себя Королевский дворец, соборы, церкви, сады и виноградники общей площадью 70 тысяч квадратных метров среди бывших жильцов предлагаемого проекта император Рудольф II и президенты Вацлав Гавил и Вацлав Клаус. Такое объявление разместила в интернете риэлторская фирма Checkpoint 101. Министерство внутренних дел считает, что оно было опубликовано с целью привлечения внимания к товарному знаку Checkpoint. Причиной такой акции явилось желание агентства недвижимости Checkpoint 101 привлечь внимание к решению чешских политиков, которые в 2008 году присвоили государственному учреждению чешский регистрационный проверочный справочный народный терминал, уже зарегистрировано ими в 2006 году название компании Checkpoint. Спор обострился, когда управление промышленной собственности аннулировало торговую марку Checkpoint 101. Решение спора между агентством недвижимости и Министерством внутренних дел было переведено в ведомство по гармонизации внутреннего рынка Евросоюза. На этой неделе была назначена дата проведения первого фестиваля света под названием Сигнал. С 17 по 20 октября будут изобретательно подсвечены самые известные архитектурные сооружения Праги, Петринская башня, которая превратится на 4 дня в фантастический маяк, известный танцующий дом, театр Гиберния и Староместская площадь. В фестивале примут участие как зарубежные, так и чешские профессионалы святовых шоу. 17 сентября в Пражском Граде пройдет праздник сбора винограда. Праздник будет проходить на территории виноградников Святого Вацлава. Веселье, гуляние, молодой вино Бурчак и традиционные чешские угощения ждут посетителей ежегодного празднования. Также будет возможность взглянуть на старинный пресс для давки винограда и даже научиться им пользоваться. Праздник пройдет с 17 по 18 сентября и будет продолжен с 24 по 25 сентября. В Праге прошли гастроли Омского театра драмы. Спектакли были показаны на сцене одного из старейших пражских театров, театра на виноградах. Амичи привезли в Прагу три спектакля. Дачники по пьесе Максима Горького, Чертову дюжину по рассказам Аркадия Аверченко и Дембельский поезд по современной пьесе Александра Архипова. Директор театра на виноградах Томаш Топфер считает, что эти гастроли привлекли чешского зрителя. По его мнению, чехи увидели настоящий классический русский театр с его богатой драматической традицией. На перекрестке набережной капитана Яруша и проспекта Дукельских героев в Праге был открыт памятник спортсмену-велосипедисту Яну Боухалу. Именно на этом месте Боухалу семь лет назад насмерть сбила машина. Проект памятника в виде уличного фонаря, по которому вверх устремляется велосипед, его колеса время от времени приводят в движение ветер, создан скульптор Криштоф Кинтера. Памятник получил название «Велосипед, устремившийся в небо» и должен, по замыслу автора, подтолкнуть к раздумиям над безопасностью перемещения человека в пространстве. В прошлые выходные матчи отборочного турнира Чемпионата мира 2014 сборная Армении на выезде обыграла команду Чехии со счетом 2-1. Гости вышли вперед через полчаса после начала матча. Первый мяч забил нападающий сборной Армении Карлен Мкартычан. Но на 70-й минуте Томаш Расицкий счет сравнял. Победный гол был забит Геворгом Казаряном на последних секундах матча. Поражение уменьшило шанс попадания сборной Чехии на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Бразилии в июне следующего года. Прага лишится права проведения матча звезд континентальной хоккейной лиги 2014. Матч пройдет в Братиславе. Об этом заявил вице-президент лиги Илья Кочеврина. Проблема заключается в том, что новые владельцы О2-арены никак не могут поделить арену между собой. Поэтому планировать проведение матча звезд в Праге значит идти на огромный риск. Арена в столице Чехии вообще может закрыться в любой момент. Владельцы должны сделать друг другу коммерческое предложение, но мы не располагаем информации, когда это произойдет. С учетом этих обстоятельств было принято решение минимизировать риск и перенести матч в Братиславу. Пражский футбольный клуб «Спарта» вынужден заплатить 100 тысяч крон за хулиганство своих болельщиков во время подготовительного матча с австрийским клубом «Адмира Мерлина». Матч не был закончен, поскольку кто-то из болельщиков зажег на трибуне взрыв пакет. В течение двух месяцев выясняли, виноваты ли «Спарта» или австрийские организаторы матча. И в конце концов дисциплинарная комиссия наказала Пражский клуб. «Спарта» уже несколько раз платила штрафы за хулиганские действия своих болельщиков. И в конце нашего обзора несколько интересных фактов из истории, произошедших в этот день, 14 сентября. 14 сентября 1812 года армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1866 году основана Московская консерватория, ныне носящая имя Петра Ильича Чайковского. В 1867 году вышел в свет первый тон капитала Карла Маркса. В 1927 году в Ницце из-за того, что шарф намотался на колесо автомобиля, погибла Айсидора Дункан. В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет русского инженера-конструктора Сикорского. И в 2002 году 30-тонная медная статуя Будды установлена в Ханое. Это первый гигантских размеров монумент, изготовленный во Вьетнаме. И как всегда по традиции закончить наш сегодняшний выпуск я хочу фразой недели. Однажды ученик спросил у мудреца, долго ли ждать перемен к лучшему. Если ждать, то долго, ответил мудрец. Желаю вам удачных выходных. С вами был Шмидт Валерий с недельным обзором новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Овен Ваши лояльности и желание сгладить острые углы помогут снять остроту момента. Но главное разобраться и выйти на новый уровень понимания. Реконструкции, которые вы запланировали у себя в доме, потребуют значительных сил и средств. Желание перемен и романтические настроения выходные заставят вас насладиться общением с теми, кто вам близок. Телец Телец Возможны перемены из ряда судьбоносных. Начало недели благоприятно для начала новых партнерских программ или процесса обучения. Поездки и командировки расширят ваши перспективы и принесут выгодное знакомство. В пятницу и субботу конфликт с партнером может привести к разрыву отношений. Близнецы Старайтесь находиться в центре событий, чтобы не пропустить благоприятный шанс улучшить свои деловые и личные перспективы. Оптимальными днями для наиболее важных мероприятий будут вторник и среда. А в выходные лучше заняться менее значимыми, но полезными делами. Рак Начинается полоса перемен. Не торопитесь давать ответы и обещания в первой половине недели. Уделите больше внимания своему здоровью. Понедельник и вторник – благоприятные дни для косметических процедур. С четверга вы можете ощутить настойчивую потребность в смене обстановки и круга общения. Лев События во вторник могут внести в ваши планы какие-то изменения. Если неожиданно появится новое предложение или работа, не отказывайтесь. Особенно благоприятна неделя для тех, кто учится или работает в сфере информации и связи. Здоровье продолжает оставаться для вас одной из важных тем. Вы легко можете подхватить инфекцию. Дева Планетное влияние сосредоточено на вашей знаке и придется активно действовать сразу в нескольких направлениях. В понедельник не откладывайте важные переговоры или личные встречи, но действуйте гибко там, где дело будет касаться финансов. Среда и четверг подходят для активного общения, решения вопросов в различных инстанциях. Весы Ключевым днем недели будет сторни. Делайте все, чтобы расширить свои перспективы. Решить материальные вопросы. Венера с Луной создает благоприятные предпосылки для комфортного общения. Встречи и знакомства этого дня могут оказаться судьбоносными. Вас ждут неожиданные повороты в делах и отношениях. Скорпионы Сейчас вы готовы горы свернуть, лишь бы добиться поставленных целей. Если у вас в планах была учеба или другой вариант деятельности, где бы вы могли рассчитывать на расширение круга связи, то среда – лучший день для этой цели. При необходимости можно планировать посещение различных инстанций. Стрелец В понедельник занимайтесь только текущими делами. Не делайте крупных покупок и не обсуждайте с начальством вопросы финансового вознаграждения. Все это можно будет сделать в среду или четверг. Важные решения, касающиеся реконструкции в доме, решайте с близкими. Уделите больше внимания своему здоровью. Козерог Неделя может предоставить уникальный шанс по-новому направить активность и проявить свои резервные способности. Переменные обновления ждут и в области чувств. При первых дня недели наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Вторая половина недели пройдет более активно, но не обязательно проявлять инициативу. Водолей Водолей Не ограничивайте свою активность только рабочими задачами. Больше времени уделяйте общению. Чувства могут получить сильный импульс к высвобождению, когда Марс и Меркурий объединят свои усилия в зоне гороскопа, отвечающей за ваши близкие отношения. Вторая половина недели даст возможность решить некоторые волнующие вопросы. Рыбы Вы будете посвящать большую часть своего времени личным делам. Участие в различных мероприятиях окажется полезным и для развития деловых связей. Пользуйтесь приходящими возможностями. В течение ближайшего месяца вы сможете в более спокойной обстановке оценить свои новые позиции и перспективы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова